Нужно ли журналистское образование в эпоху блогинга? Такая тема обсуждения Круглого Стола в рамках заключительного дня студенческого ТЭФИ. Участниками Круглого Стола стали президент Фонда Академии Российского Телевидения, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыткой, член Академии Российского Телевидения, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, ректор Института кино и телевидения Юрий Литовчин, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020», общественный деятель Ирина Текслер, блогер Роман Розанов и ректор ЮРГУ Александр Вагнер. Я принесу совмещать в том, что есть журналисты на площадке нашего революции в прошлом месяце. Я очень благодарю организациям, что вы подали наши вынесли. Одно из направлений дискуссии – взаимодействие блогеров с властью и обществом. Основной тезис – журналист – это прежде всего мораль. В наши дни очень важна ответственность, присущая журналистам, работающим в СМИ с государственной лицензией. Любой журналист может стать блогером, но не любой блогер – журналистом. Спикеры выделили очень важный критерий, разделяющий эти два понятия. Сегодняшний процесс обстоит таким образом, что блогами занимаются люди без надлежащего журналистского образования. Я, честно говоря, в этом не вижу ничего страшного, если это образованные люди. Вы не пойдете к врачу, который не знает, как лечиться. Вы не пойдете к педагогу, который не знает, как преподавать. И, естественно, что мы хотим получать достоверную информацию, информацию, которая не только интерпретирует, но и анализирует серьезно события. А для этого нужно быть образованным человеком. Помимо уровня ответственности, журналистов с профильным образованием отличают регулярное повышение своей квалификации, расширение навыков и возможностей. На круглом столе большинство спикеров придерживаются мнения, что журналистское образование – неотъемлемая часть профессионализма. Надо отдать должное Южно-Уральскому государственному университету. Мы не могли не затронуть вопрос профессионального образования, потому что у этого центра журналистского образования очень высокая репутация в России. И на его площадке, мы понимаем, готовятся одни из лучших журналистов. Узнать о том, нужно ли журналистское образование в эпоху блогинга, пришли не только участники студенческого ТЭФИ, но и студенты ЮРГУ. Само осознание того, сколько здесь собралось авторов, сколько здесь собралось почти что, без преувеличения скажу, гениальных людей, это невероятно будет дораживать, потому что каждый готов поделиться с тобой опытом, и этот опыт бесценен, потому что ты аккуратно соберешь его и пойдешь с ним вперед, достигать новой вершины, понимая, что за тобой стоят великие люди. Конкурс проводится с 2015 года в разных городах России. Первый студенческий ТЭФИ был вручен в Ростове-на-Дону. В этом году финал конкурса прошел в Челябинске. Я очень рада, что у нас получилось здесь, у нас в Челябинской области, провести студенческое ТЭФИ. Мы много сделали для того, чтобы именно в Челябинске в этом году прошло это мероприятие. И прежде всего, конечно же, мы думали о наших журналистах и о наших студентах, которые учатся, чтобы получить эту замечательную профессию. Оказалось, что среди московских телевизионщиков очень много людей родом из Челябинска. Я уже говорила, вот эта челябинская структура, которая заняла очень много руководящих постов на российском телевидении, кино, продакшн-компании и так далее. Но меня это очень сильно порадовало, потому что это, правда, очень профессиональные люди. Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Российской Федерации. Челябинские гостеприимными площадками стали Южноуральский государственный университет и Челябинский государственный университет.